Ольга Курносова, политический аналитик, к нам присоединяется в эфире. Ольга, приветствуем вас. Здравствуйте. 650 тысяч уехавших из России с начала войны и не вернувшихся. Самая массовая миграция за последние 20 лет. Как вы думаете, какая часть из этих людей реально против войны, против диктатуры и политики Путина, а не просто уехали пересидеть так называемые смутные времена, и чтобы не попасть под мобилизацию? Ну, наверное, все-таки большая часть эмигрировавших, конечно же, против войны тоже, а не только против того, чтобы, собственно, на этой войне их могли убить. Понятное дело, что, собственно, часть начала уезжать сразу после 24 февраля 22 года, когда российские войска вторглись на территорию Украины. Ну, а, конечно, самая массовая волна была после так называемого указа Путина о частичной мобилизации. Почему так называемого? Потому что, по большому счету, под эту так называемую частичную мобилизацию может попасть и сегодня кто угодно. И, соответственно, вот этот страх, что новая волна мобилизации может накрыть еще большее количество людей, он остается. Другое дело, что, конечно, сегодня уезжать не так просто. Если посмотреть те страны, куда уехало больше всего народу, мы увидим, что это как раз те страны, у которых есть безвизовый режим с Россией. В некоторые можно было даже выезжать по внутренним паспортам. Но, что называется, сегодня российские власти к этому готовятся и в том числе пытаются максимально усложнить выезд людей даже по внутренним паспортам. 650 тысяч уехавших из России – это всего половина процента от всего количества населения Российской Федерации. На первый взгляд, не так много. Но вернутся ли эти люди? И как эта волна эмиграции отразилась и отразилась ли на самой России? Ну, смотрите, на самом деле уехало еще больше. Вот то, что посчитали, это те, кто не вернулись. Потому что уехало больше миллиона, но часть вернулись, в том числе потому, что не могли найти работу, в том числе потому, что жить в эмиграции – это не так просто. И поэтому часть уже не вернулась. Думаю, те, кто остались, то они уже останутся до тех пор, пока режим в России не сменится. Потому что жить в диктатуре, а сегодня в России, безусловно, абсолютная диктатура, и то количество политических заключенных, которые имеются по разным подсчетам от 700 до более тысячи человек, сажают за все вообще. Поэтому, конечно, жить в диктатуре достаточно сложно. И люди, особенно люди молодые, у которых есть возможность найти работу, они уезжают. И это все сказывается на рынке труда. Просто в России сегодня практически работников не осталось. Практически все производства испытывают недостаток кадров. Потому что кто-то в эмиграции, кто-то на войне, а работать некому. И отсюда максимально пытаются возить эмигрантов, и на войну отправлять эмигрантов. Но, что называется, эмигранты не могут заменить весь тот отток, который произошел. Да, вот вы говорите, что и уехать сложно, и оставаться в России сложно, потому что репрессивная машина только раскручивается и никак не утихает. Цифры ошеломляют. Там 20 тысяч задержаний с февраля 22-го, 900 уголовных дел за антивоенную позицию. Но при этом мы все равно не видим такой массовой эмиграции россиян. Почему нет ресурсов, нет денег, страх или приспособились? Почему люди массово не выезжают? Как жить в такой диктатуре? Как жить под железным колпаком? Ну, я, во-первых, напоминаю, что сегодня не везде россиян ждут, что называется, с распростертыми объятиями. В большинство европейских стран россиян просто не впускают. Я уж не говорю про то, что визы не дают. Поэтому получить гуманитарные визы в некоторые страны могут только люди, имеющие достаточно большой такой оппозиционный кейс, который власти этих стран, больше всего, как мы видим, российских эмигрантов в Германии. И действительно, Германия выдает очень много гуманитарных виз. Но для этого власти должны посчитать вот этот кейс достаточным для выдачи гуманитарной визы. Поэтому я и говорю, что большинство все-таки эмигрантов едут в Казахстан, в Армению, в Грузию, там, куда можно было, некоторые страны даже ехать по внутренним паспортам. Но при таком большом объеме приезжающих, да, какие-то страны испытывают даже некий, знаете ли, может быть, предпринимательский бум от того, что выезжают все-таки люди с образованием, с какими-то определенными, ну, в том числе много айтишников уезжают. Но это такое давление довольно-таки серьезное. Поэтому, что называется, где-то уже могут говорить, что мы не резиновые, и мы не готовы принимать новые волны российских эмигрантов. Отдельно стоит говорить про Соединенные Штаты, потому что часть эмигрантов просто, что называется, эмигрирует туда нелегально, через мексиканскую границу. Это тоже надо понимать. Правительство Российской Федерации внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о расширении оснований к включению в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В список новых оснований вошли убийства, распространение фейков об армии, так называемых фейков, естественно, хулиганства, и иные преступления, то есть любые, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. Для чего этот закон? Ну, это ровно для того, чтобы иметь возможность практически всех туда занести. Что это дает властям? Это дает возможность конфискации имущества, это дает возможность полностью ограничить людей во всех правах, потому что обнесенный список Росфинмониторинга не может на себя потратить больше 10 тысяч рублей в месяц. То есть, если ему там нужно платить, например, за квартиру, уже совершенно непонятно, а из каких средств он будет за эту самую квартиру платить. Это чрезвычайно такая... Ну, то есть про права человека тут вообще никакой речи не идет, собственно, смешно говорить о правах человека в диктатуре. Но вот это очередной способ всех прижать к ногтю и забрать оставшееся, что только есть. Что касается вот этих так называемых мотивов политической ненависти, их сегодня приписывают практически всем. То есть вышел в пикет, у тебя мотивы политической ненависти и вражды, если там, условно, сжег крылейный шкаф, это уж точно мотивы политической ненависти и вражды. Поэтому вот эти так называемые, как любят это говорить российские власти, экстремистские мотивы, они сегодня приписывают практически каждому, даже не через одного. Поговариваю теперь об отключении Ютуба в Российской Федерации. Речь об этом шла давно. Теперь якобы с сентября уже точно отключат, а сейчас планомерно ухудшают скорость, ухудшают качество, для того, чтобы, ну, условно, показать о том, что зачем нам, собственно, этот Ютуб. И боты уже активизировались российские, и тоже как бы готовят россиян к тому, что, возможно, этот популярный мировой видеохостинг у них больше не будет доступен. Как вы думаете, смогут ли реально закрыть Ютуб в Российской Федерации? И какая политическая выгода от этого? Ну, политические выгоды, по большому счету, я не вижу. Скорее, политические, наоборот, политические потери. И вопрос даже не в том, что, по большому счету, в Ютубе показывают и всякую мерзость вроде Никиты Михалкова. Но вопрос в том, что, ну, во-первых, все равно в стране остается VPN, и желающие могут смотреть через VPN. Но чем больше всего в интернете отключается, тем больше времени остается у молодежи для того, чтобы думать. А если отключить вообще все, то и выйти на улицу и свергнуть эту власть к чертовой бабушке. Поэтому, мне кажется, вперед. Не надо останавливаться на Ютубе, надо все, что можно закрывать, особенно видеоигры. Вот, мне кажется, видеоигры, если закрыть, то уже революция будет практически на следующий день. Да, просто помнится, когда закрывали Инстаграм, это для молодого поколения сейчас такая весомая площадка для заработка. И эти все российские блогеры с миллионными подписчиками, которые зарабатывали на рекламе, они в один момент потеряли эту возможность. Да, там есть VPN, все это обходить. Но, тем не менее, поток рекламы, поток финансовых возможностей иссякали, существенно ограничился. И тогда никакого бунта и никаких протестов на улицах не было. Наоборот, кичили, что мол, ну и не надо, обойдемся, что-нибудь другое себе придумаем. Но все-таки блогеры и миллионники, это не миллионы людей, да, наоборот, единицы. И, собственно, власти им тут же, так сказать, заработок тот заменили на заработок свой. И тут же их взяли на содержание кремлевские политтехнологи. Поэтому, собственно, я говорю сейчас не о тех, кто зарабатывал в Инстаграме на всяких красивых фоточках. Я говорю на обычной молодежи, которая, по большому счету, достаточно много времени проводит сегодня в интернете. Но потому что другой жизни у них нет. У них осталась жизнь только виртуальная. Если эту виртуальную жизнь у них отнять, то они вернутся в жизнь реальную. А эту реальную жизнь нужно изменять. Потому что, извините меня, терпеть этих стартеров во главе страны просто невозможно. Достаточно трех ракет, и эта цивилизация рухнет. На России один пригрозили ракетными ударами по европейским столицам, если в Европе разместят дальнобойное американское оружие. То, что пропагандисты регулярно грозят стереть с лица земли то Берлин, то Лондон, это уже давно не новость. Но тут и Песков, пресс-секретарь Путина, заявил, что результатом этого решения, то есть размещения дальнобойных ракет, будет то, что Европа окажется в прицеле российских ракет. Скажите, вы можете объяснить нынешнюю природу вот этих постоянных угроз, этой ядерной истерии и российских пропагандистов, и российских политиков? Или это уже, не знаю, нечто рефлекторное? Вот кто-то что-то о чем-то заявил, значит, мы отреагируем тем, что полетят ракеты на Берлин. Ну, природа-то очень простая. Кроме ядерной дубины, у них больше ничего не осталось. Вспомните их вопли, когда они собирались взять Киев за три дня. Это сейчас они от этого всяческие, так сказать, открещиваются, говорят, да нет, это вы нам придумали что-то, ничего подобного. Они реально собирались взять Киев за три дня. Они были уверены, что, имея свою армию, они захватят всю территорию Украины просто за несколько дней. Сейчас война идет уже больше двух с половиной лет. И что им остается? Им остается только ядерная дубина. Другое дело, что им уже Китай сказал, что не надо угрожать ядерной дубиной, а то будет хуже. Вот поэтому они сейчас там иногда потявкивают, но не слишком громко, потому что председатель Сирии снова может надавать по копе. И лишить чего-нибудь такого, без чего уже даже и конвенциональное оружие будет невозможно использовать. Чего могут лишить китайские товарищи, понятно чего. Могут сказать корейским товарищам, я имею в виду Кима, перестать поставлять России все то, что они поставляют, и снаряды, и ракеты. А без этого сегодня в Москве будет очень и очень тяжело. Ольга, спасибо вам большое, что смогли к нам присоединиться. В эфире Ольга Курносова, политический аналитик говорили о том, как в России полмиллиона человек уехало с начала войны, и эти люди не вернулись, как это отразится на России, на экономике, на жизни. Ну и собственно о репрессивных законах, о маховике репрессий, который в России закручивается с каждым днем все больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова